здравствуйте друзья большую тему мне задали на сегодня ты задали некоторое время назад вот я сегодня попытаюсь приблизиться к ответу тема так если совсем коротенько вот что такое настоящий друг но дело в том что там идет большая большая история к этому вопросу человек написал и где из нас кто подписаны на канал у них в рассылке эта история будет полностью я туда скопирую она довольно большая те кто не подписаны могут найти эту историю на форуме там залив.org и там вот где вопросы задают там есть эта история потому что она такая большая она не вмещается в описании к видео я к сожалению не могу ничего сделать в общем есть довольно грустная история между но в конечном счете все упирается в то что вот есть отношения там два человека два парня и вот у них как бы такое непонятная дружба мать и то есть человек чувствует что мы не додали дружбы и и я не не в плане ответа на его историю потому что у каждого своя история это может быть не одна но если уж так в целом о дружбе я бы выделил несколько что ли элементов значит один элемент состоит в том что у людей должны быть общее представление о жизни в качестве такого примера который может быть современен и близок если не всем то почти всем кто нас смотрит это например вот отношение к ситуации на украине крым восточной украины да вот то что там сейчас происходит и я вижу невероятное количество людей которые были друзья и и они уже не друзья я вижу людей которые были родственники причем как бы близкие родственники они прекратили общаться то есть отношение к каким-то вот существенным вещам мировоззренческого уровня отношения лежит в основе и и не только дружбы там и и семьи на самом деле так далее то есть без этого ну никак это первая часть и вот когда вдруг возникает какой-то водораздел и вдруг выясняется что люди которые там они вроде бы и друзья и вроде бы они там и братья там еще что-то а а вот они по разные стороны этого водораздела бывает вот мы видим прямо на наших глазах происходит следующий момент очень неплохо когда у людей есть общее занятие какое-то общее стремление и они к чему-то вместе идут и это создает невероятно хорошую такую базу для дружеских отношений когда люди помогают друг друга поддерживают им интересно друг другом они проводят вместе время дружат семьями там и так далее это не обязательно что у них там производственный интерес или там какой-то партийный это может быть связано с детьми это может быть связано с какими-то увлечениями походами и так далее вот я когда-то наблюдал но не то что был такой активной частью этого но но был частью этого вот там туризм там походники и так далее там но очень очень тесные очень хорошие были отношения между людьми которые вместе готовились там походом сплавлялись там это на плотах там на байдарках там шли там и так далее в двухнедельный какой-нибудь поход махали и там не знаю в общем на разных самых почвах это возникает но наличие общего интереса это большой важный фактор и мы видим что вдруг заканчивается вот это общее общный общий интерес и и вроде как и люди и встречаться стали реже потом когда-то пропали потом что-то изменилось вообще кто-то их разнесло в школе да мы понимаем мы знаем что люди когда в школе вместе учатся в институте вместе учатся возникают вот дружеские отношения потому что они заняты вместе общим делом тогда есть третий элемент который он может быть немножко такой как сказать нематериальный да то есть его так вот руками не потрогаешь вот в этом в этом смысле нематериальный но тем не менее он присутствует вот если вы пойдете например там или книжечку почитаете или с кем-то поговорите кто занимается например астрологии дело не в вашем отношении к астрологии совершенно вы можете считать что то бред полный нет дело в том что вот смотрите что происходит они говорят вот этот человек родившись а в этот день там в таком то месте чай к родившийся в этот день в таком то месте вот допустим у них хороший отisis хорошая взаимоотношение там производственны а эти вот допустим они должны хорошо дружить а вот эти допустим они там для семьи у них есть хорошие предпосылки и и так далее вот я когда наших индийских девочек смотрю извините они все вот прошли через значит там проверку на совпадение по звездам даже у меня была парочка одна а видно знать приходит их они садятся и ты понимаешь как как на одной вибрации люди живут на одной волне и молодые такие были еще ребята я им говорю слушать а вы как друг друга нашли они как на сайт на веб-сайте там дейтинг и я бы как же как же бы по звездам а уже потом по звездам то есть не обошлось без этого то есть там 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 всерьез все вот с этим делом так вот к чему я рассказываю что вот этот этот компонент он тоже есть понимаете то есть вот есть что то что ты ощущаешь в этом воздухе она где-то в эфире она где-то вот какая такая вибрация присутствует и она либо есть либо нет и если ее нет то уже не так важно какие у вас там совпадения не знаю там по задачам по целям по не знаю там чему еще может оказаться что вы не никогда не будете друг другу хорошо относиться вы никогда не будете в доверительных отношениях и вы будете там опасаться сомневаться подозревать там и так далее просто потому что вот родились такими понимаете вот так что я как бы вижу это все для меня это абсолютно материально но просто поскольку потрогать нельзя пальцами вот так вот или там молотком стукнуть то вот я как бы так его назвал нематериальным есть хорошее слово в английском языке tangible то есть вот его можно потрогать вот ощутимый такой физически ощутимый вот она не является физически ощутимым надо присутствует и на почве дружбы на почве дружбы на почве как бы сказать вот верности дружеской или там супружеской неверности так далее у людей возникает масса обид потому что они то думали вот так а он ему вот так и один так понимал дружбу другой сяк понимал дружбу и очень много переживаний очень много стресса бывает на этой почве но в конечном счете ну просто исходите из того что вот есть два человека так и каждый из них идет по жизни своим путем и на каких-то отрезках пути одного человека и пути другого человека вот они могут как-то двигаться параллельно или очень близки ли вообще по одной траектории но это не обязательно как бы сказать навечно хотя бывает мы знаем что есть люди которые с детства там и до старости и так далее но это не обязательно так продолжительно и глубина отношений знаете вот в америке например поскольку вот это вот понятие о праве все очень присутствует то внешние проявления дружбы они может быть не на не такие теплые то есть как допустим вот в советском союзе мы жили там да просею украина там есть и в других местах особо не был вот то есть там совершенно другое понятие о том что такое дружба то есть мы ожидаем от человека гораздо большей теплоты мы ожидаем гораздо большего участия мы ожидаем что если он друг ему можно там позвонить два часа ночи он сорвется там и побежит тебя встречать на вокзале и ядну дизайн что и что именно от него ждешь или сон там тебе я не знаю денег даст когда тебе очень нужны деньги там или еще что-то хотя мы знаем что очень многие дружбы кончались там где начинались деньги так что сложная штука сложная поэтому опирайтесь вот на эту вибрацию вот если вы чувствуете вибрация симпатия хотя и в этом плане бывает разочарование какие угодно да мы мы знаем и и на семейном фронте и вроде симпатии вибрация потом прошло три месяца и враги так что что тут скажешь в общем вот мое мнение такого я я вижу как бы вот эти дружеские связи как будут на этих трех уровнях и не то чтобы мое понимание того насколько глубоко там должна быть дружба должны повлиять на этого молодого человека или на другого молодого человека и я уже немножко как бы пожил в америке там четверть века у меня другое не стало ощущение и понимание дружбы я не хочу чтобы кто-то меня спасал выручал приходил на помощь чтобы мы вместе там мебель грузили в москве все время там кто-то переезжал выходили там всегда грузили его мебель эти я я сейчас так не хочу я я заплачу там приедут погрузят то есть друзья здесь вот в этом мире я я не хочу чтобы кто-то мне одолжил деньги я не хочу грузить людей вот этим то есть может быть они бы с радостью бы одолжили но я не хочу просто я не хочу быть в этом положении и даже если допустим будет надо я я наверное не не буду нагружать там близких мне людей вот этими вещами хотя конечно зарекаться зарекаться них них не не хочется и не нужно но в общем если у меня есть выбор то я бы не стал такой разговор счастливо